Боже, все тучи, спустившиеся над вами, дыхание Божье просто раздувает. И я хотела бы благословить у меня два рисуночка, Бог мужчин, который мне показал Господь, и вдохновить их тем словом, которое Бог вложил в эти рисунки. Можно, пожалуйста, подключить у вас эти рисунки? Это апексил. Вам нравится? Да, мне нравится. Апексил – это источник, знаете, витамина. Но и также вот в рисунке Господь мне показал вот этот сочный оранжевый цвет. Сам оранжевый цвет, он символизирует силу, он символизирует настойчивость, он символизирует огонь Божий. И к нему дал такое слово закон о пророке Бреа. От всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия уходят у него. И Господь вас благословляет этой настойчивость, этой вот Божьей силой проходить те испытания, те периоды в вашей жизни, которые трудны и тяжелы для вас. И проходите их в господину. И Господь, я буду с вами поддерживать вас. А еще я приглашаю всех меня. Господь хочет вас благословить вот этим вот рисунком. Это башня. И к ней слово. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. И вот эта вот башня, всегда помните о том, никакие решения не принимайте без Господа. Если со всех сторон вас окружили враги, ну, то есть мысли наши, убегайте сразу к Господу, вот в эту башню. Всегда тайные комнаты, общение и все решения принимайте вместе с Господом, чтобы вам дальше идти в благословлении, в радости, в любви. И вот этот цвет, желтый, он означает любовь от Собода, славу Божию, Его величие и радость. Будьте всегда в Господе с радостью, с миром, с любовью. И Господь всегда вас поддержит. Слово к этой картине – держись за мои обещания. Я чувствую, что Бог сейчас напоминает о своих обещаниях. И Он не забыл. Он исполнит. Он не может лгать. Он точно знает, где ты сейчас находишься, что ты проходишь. Он помнит о тебе и обо мне. И когда я рисовала эту картину, то переживала дух сиротства. И увидела, как пелена разрывается. И было понимание, что это пелена слепоты. И всякое стеснение, всякая пустыня уходит. И приходит простор, Божий простор. Открывается Божий горизонт. И я чувствую, что это время – ваше время прорыва. Это ваше время выхода из трудностей. Независимо, что девочка рисовала, и для мужчин тоже. Это вы стоите в победе. И вы вступаете в свое предназначение, определенное именно для вас. И то, что было запечатано, распечатывается. То, что было закрыто, открывается. И Бог открывает силу, открывает благодать и открывает зрелость. И эту картинку я хочу подарить Людмиле. Людмиле любит вас особенным образом. Он знает воспоминание. И я записала некоторые слова, которые мне давал Господь. Это для вас. Бог говорит тебе. Доченька моя, я люблю тебя. Я поддерживаю тебя. Я помогаю тебе. Я веду тебя, и я управляю твоим путем. И я верю в тебя. Не бойся и не сдавайся. Держись за мои обещания. Ты не оставлено. Ты не одинок. Ты сильная духом. Ты моя любимая дочь. Ты мое дитя. Мое наследие. Подними свои глаза. Не смотри на обстоятельства. Обстоятельствами управляю я. Не смотри на других. Смотри на меня. И получай слово. Лично от меня. Смотри на мое слово. Слово меняет атмосферу. Не смотри на сомнения и препятствия на пути. Постирайся ко мне. Это время для близости со мной. Я воскрешаю твою мечту. Все пророческие слова и послания, что я доволену твою жизнь, они оживают. Начни снова ее провозглашать. Они обязательно исполнятся. Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь. Намерение вам благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь. 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 А к этой картинке слова время перемен пришло. Время цветения и поглухания наступило. Там, где была пустыня, расцветает прекрасный сад. Там, где была засуха, разливаются реки. Там, где не было жизни, приходит жизнь. И я эту картиночку хочу подарить вам. И ваша жизнь расцветает по-новому. Ваша жизнь расцветает, как вот этот цветочек весной. И который благолухает, и благолухание – это очень приятный мозг. Добрый вечер. Эту картину я увидела, когда у нас было время для того, чтобы пережить сиротство и отцовство. Я увидела сперва сиротство, как и большинство здесь, как холодно, одиночество, какие-то острые шипы. А потом я увидела отцовство. Я увидела вот такую вот картину, когда Бог, Он как орел, Он, во-первых, обнимает нас полностью под Его защитой, делает нас взрослыми. Во-первых, даёт нам цветную одежду Его принятие, как у Иосифа, возлюбленного сына. И здесь такой вот жест Орла, который показывает направление и просто учит нас летать и повторять за ним. Это в этой картине. И я бы хотела подарить вот эту вот картину для Татьяны. Я бы попросила её подойти. Татьяна, потому что она подошла ко мне и сказала, что она очень сильно откликнулась в её сердце. А я скажу ещё два слова о том, что я имела в виду, и она скажет ещё. Я её рисовала на ночной молитве. И основная суть здесь в том, как Бог отвечает на неотвеченные молитвы. То есть на каждую нашу молитву Бог сто процентов послал ответ. Нет, но часто из-за наших слов негативных или из-за неверия ответ не доходит по адресу, а просто дьявол получает возможность его украсть. И здесь ангелы, которые высвобождены из пленок, которые спешат к нам с ответами, и молитвы, которые выходят на землю. И также здесь есть много других символов. Например, вот как лошадь, которая обнимает девушка. Это просто вещи, которые происходили по ходу ночной молитвы. Я их видела и изображала это как атмосферу. Ну, у меня было видение где-то в сентябре месяце. И когда я увидела эту картину, это то, что я видела в своих видениях. Вот оно не очень близко. Да. Увидела коня и девушку. Белый конь, он махал головой. Здесь конь. Да. А вот здесь и девушка, да. Я картину еще не закончила, которую я начала. Я еще в процессе. Мы с Витей вместе ее рисовали. Он мне с волнами тут помог. Я еще ее продолжу. Я просто хочу рассказать суть. Суть в том, что когда мы любим Бога, мы всегда хотим к Его ногам. И здесь пронзенные ноги Иисуса и волны, которые стремятся к Его ногам. Стремятся поклониться и поцеловать ноги Иисуса. Пронзенные Его ноги. И мы стремимся туда благодарными сердцами постоянно. И сейчас мы как служители, и может быть вы, и эти волны как девушки. Здесь девушки, которые поклоняются и складывают свои венцы. Они состоят из брызг, я еще их не дорисовала, они эти венцы складывают к ногам Иисуса. И сейчас вот этими своими благодарными сердцами мы все свои заслуги, все свои регалии и все свои венцы, просто поклоняясь, отдаем Ему. И целуем Его пронзенные ноги. Хотела еще вас благословить вот этим посланием. Здесь внутри изображен сосуд прозрачный, кувшинчик с маслом. И вы наполнились сейчас Елеем. Ваш сосуд полом, и светильник ваш горит. И теперь весело горит. И будет годы гореть весело. И вот этим фонарем я просто высвобождаю защиту на ваш огонь. Чтобы ни один ветер никогда вашего огня не потушил. Все мое объяснение будет в этой песне. Течет река от престола, сквозь крест, через сердца, благодати нету конца. Река любви течет река с Голгофского креста, новый завет твоей крови. Двигай вновь, Дух Святой, двигай вновь, Бог живой. Да пьяна, напои нас живою водой. Двигай вновь, Дух Святой, двигай вновь, Бог живой. Да пьяна, напои нас живою водой. Я хочу ее подарить Руслану, который здесь может быть совершенно неожиданно и может быть даже ему кажется случайно, но Бог двигает тобой и Он движет эту реку через тебя дальше. Светлана Кавловна. Светлана Кавловна. Птичка, голубь. Это голубь мира, который теперь наша страна призвана нести мир. Куда бы ты ни пришел, пусть этот мир через тебя течет. Я хочу сказать, если вам какие-то картины понравились. Или вы можете заказать их на сайте нашей церкви. Открыточки вы здесь могли еще покупать, может быть еще будет такая возможность, я не знаю. Но на сайте вы можете заказать картины, можете заказать открытки. Мы на этом не обогащаемся, мы просто распространяем хлеб погодом. Мы покупаем холсты, краски, бумагу и все остальное. Так что вы заславляйте других, пусть послание Божьей любви распространяется. Спасибо. 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 Спасибо.